всем привет только что буквально вот сегодня сбросила все цветочки вот эта орхидейка санта-роса цветонос полностью я не стала обстригать потому что здесь есть вот такой вот небольшой отросточек но честно говоря когда я вот так вот его трогаю мне он почему-то кажется каким-то немножко суховатым но вдруг поэтому я его оставила в надежде ну мало ли еще раз потрогаю даже кажется какой-то такой знаете как будто уже сломался но на вид нет просто еще не развился вот я ее хочу быстренько по быстренькому как всегда ловкость рук и никакого мошенничества быстренько пересадить ее чуть заглубив все как обычно потому что корни очень хорошо наросли здесь я уже убрала пару кирпичей с нее один из них вот этот шикарный сдачи потому что и немножечко вот эти корни чуть придавливала волшебным образом у меня здесь лежит пена стекло честно говоря не припомню что она здесь делает потому что вроде как в посадке его я не вижу и орхидейка так сейчас я подождите посмотрю так неудобно крутить мне когда на у меня было феврале 20 февраль до февраль вот собственно уже достаточно 20-й год а сейчас у нас уже простите 23 сколько можно сидеть в старой квартире нужно новый дом поэтому сейчас мы с вами быстренько и и будем пересаживать я конечно ее немножечко полила потому что пробрызгивала все свои орхидейки но ее заодно тоже и сразу задумалась о пересадке ну разумеется пустой и обрызгала поэтому сейчас у меня тут наверно будет большой потоп возможно кстати сидит она мелком керамзите ну правда перемешка тут очень плотненько она у меня то есть корневая у нее в принципе это вообще весь горшок уже забила есть конечно я уже вижу там вот некоторые надо удалять так надо пожимать горшок немножко подклеились корни потому что вот к этому горшочку очень хорошо приклеиваются корни потому что он такой знаете не гладкий такой чуть какой вот шуршаленький поэтому к нему изнутри корни приклеиваются тут вот такая картина корневая достаточно мощная зачем я такую мелочь сюда наложила в двадцатом году ну наверное у меня были перебои с керамзитом смотрите какой прямо вообще ну просто нереально по 5 миллиметров ой прям все это валится собрать потом нереально будет горшочек естественно позеленел за такое время мелочевочка тут такая что вообще мой прямо даже рут как песок так все восхищаются моим секатором читаю ваши комментарии разделяю с вами восхищение моим секатором показываю вам его внимательно значит смотрите он не такой грязный чудо вот его фирма вот так она поставьте на паузу кто не видит я сейчас хочу вам сказать что когда я хотела его купить это было даже в прошлом году хотел новую еще купить себе я находила в интернете похожие находила ну что-то они там что-то дорого очень стоили я что-то так замешкалась не стала а сейчас я вам хочу сказать я не могу найти если кто-то из вас загуглит где-то не знаю там в элберис не знаю там еще что-нибудь выберите его нет там даже просто нет такой фирмы я сегодня как раз занималась этим после прочтения многих комментариев вот и на зоне тоже нет то есть там полно всякого другого но таких нет такой вот он шикарный то есть я представляю о чем вы говорите то есть но этот самый секатор ножницы называется для орхидей у них более тонкие носики не такие мощные как вот этот этот очень мощный конечно он вообще шикарная же прям боюсь и перехвалить как бы он не сломался не дай бог надо его почистить и смазать здесь вот здесь вот везде почистить я его конечно так использую хвост и в гриву как говорится на дачу его естественно не беру это у меня домашний секатор вот но он очень хороший есть значит кто-то из вас где-то наткнется на именно такой ой таких фирм потому что там раньше были разные секаторы то свистите мне пришлите мне где-нибудь там вконтакте в телеграме ссылочку потому что я бы тоже такой бы еще все купила бы про запас на всякий случай вот даже может быть и на дачу вот а покупала я его как этот магазин то назывался я кстати уже рассказывала его закрыли магазин у нас сейчас его нету фирмы этой я даже думаю что это скорее всего какая-то ну может быть это не чистый китай ну либо через китай но какая-то фирма той страны который нас не любит какая-нибудь из этих потому что просто даже не встречается у меня название этой фирмы не выпадает это очень странно хотя бы на каких-то может быть зарубежных сайтах но должно быть но мне не попалась я не замужте настойчиво было своем поиске вот может быть знаете в таких вот где-нибудь в прибалтике там где-нибудь может быть вы найдете каких-нибудь других странах ну вот в россии что-то нема если в россии увидите пишите мне буду вам благодарна так не хотелось бы очень сильно тормошить корневой она уже начинает у меня тут это разматываться пока я болтаю обстригу сейчас быстренько все сухое не так много кончики в основном какие-то попадаются тут ну пока из того что я вижу я сейчас пойду и и помою здесь еще даже такой знаете на корнях такой попадается грунт еще и и старый ну знаете что торфяные вот эти стаканчики после них сильно въедается корни вот это такой субстрат волосиной остается да она долго пока корень уже себя не живет и я его не отрежу в общем наверно как бы все пойду в общем ее тогда на бою так дело сделано вот такая шикарная старалась очень аккуратно и и душевать этот корень до конца не промок как видите это он был немножко одной стороной прилипший горшку так вот в принципе в принципе вот хорошо все решила я наверное все таки использовать такое кашпо потому что что она естественно естественно не войдет войдет только в это со своей гигантской корневой немножечко мы ее туда топим прямо вот с такой корневой конечно в открытый можно наверно держать очень у меня всегда такое желание но что-то я понимаю что они справляюсь что каждый день мне нужно будет и опрыскивать прямо уж прям совсем каждый день наверное не получится иногда попадаются какие-то мне видео это блогеров основном конечно из нашей страны холодной где-то южные люди которые вот очень успешно выращивают в открытих в открытых вазах вот просто мне очень это нравится не помню говорила вам или нет у меня сестра сейчас тоже пытается не всего одна орхидея ей подарили она по моему методу вытащила решила тоже пересадить сначала потом подумала что ну наверное ее пусть оставит с открытыми корнями так посоветовались и решили что корни у нее не алё могут быть если она ее посадит точно бы сгнили бы как у меня тогда убегли по вот сейчас зима и вообще опасно очень это все и мы решили оставить в вазе у нее на вы знаете неплохо она говорит что каждое утро значит утро и начинать с того что она берет вытаскивает из вазы окунает у нее там рядом горшок с водой сфильтрованный окунает там держит какое-то время пока на работу собирается потом ставит ее обратно в вазу и все так и так каждый день я так думаю что с этой орхидеи будет все хорошо пока во всяком случае она очень неплохо выглядит посмотрим просто понимаете да если даже штук 20 или 10 даже поставить то представляете себе каждое утро такую процедуру окунание всех орхидей в общем пока пока я воздерживаюсь чтобы уж так прям что-то кардинальное менять да вот так вот я тоже делаю чтобы какой-то керамзит провалился не очень хорошо он проваливается потому что крупновато корней много и корни как паутина там вот видите мешает провалиться керамзиту но мелкий я не хочу слишком использовать сохранить эту хорошую корневую должно быть конечно аэрация хорошая во всяком случае будем стараться чтобы она была рахидейка сама по себе очень красивая недавно совсем мне кажется и показывала и чудесные розовые цветочечки будем надеяться что она нас еще порадует скоро возможно даже если нет все равно я уже насладилась красотой поэтому на следующий год уж точно будет все хорошо так ну все хорошо я ее принципе утрамбовала немножечко здесь корни чуть-чуть здесь без керамзита но ничего страшного этот приступочек вот тут он мешает наши корни ровно легли бы в горшок было бы проще конечно так что вот все у нас получилось замечательно планировала еще вот тут приготовила еще одну орхидейку пересадить потом что-то посмотрела внимательно хотят эта зелень мне конечно подбешивает маленькая я бы хоть нишу тут вообще куда черная уже наверное пересадим все таки хотя можно кто-то скажет добавить можно керамзита досыпать и да действительно можно но можно и пересадить тут безобразие помыть думаю что будем пересаживать вот пока что-то с этой разобрались и замечательно все всем спасибо за внимание всем пока